Ну что, девчонки, доброе утро! Я думаю, тему видео озвучивать не нужно, вы уже все и так знаете, и так все видели. Вот такая вот огромная куча уходовой косметики. Декоративная косметика будет в следующем видео. Это весь, весь уход и также уход за ногтями и лаки для ногтей здесь еще, которые есть в моем доме. Это мой уход моего ребенка и моего мужа. Но ребенка и мужа здесь, ну, может, от силы 10 баночек, все остальное мое. Очень много ее накопилось. Я хочу все это разобрать в связи с тем, что через полтора месяца мы переезжаем. Я хочу всю косметику упаковать в коробку, а оставить только ту, которую я должна использовать за полтора месяца. То есть все начатые баночки и, естественно, тот уход, без которого я не могу обойтись, они должны остаться уже здесь. Они должны допользоваться и не перевозиться, потому что очень большой объем вещей. И также я хочу отобрать некоторую косметику, которая новенькая и которую я хочу разыграть. И также хочу отобрать некоторую косметику, которую я просто выставлю куда-то на продажу, которой я не буду пользоваться. Например, вот эта вот штука. Она была очень даже небюджетной. Это средство по уходу за волосами. Как видите, я совсем немножечко использовала, но использовать больше не буду. Поэтому, естественно, выставлю на продажу. Это единственный мой заказ с сайта Look Fantastic. Больше там заказывать не буду. Вот таким вот образом это все выглядит. Так, у меня здесь две вот такие вот коробки. Я, конечно, понимаю, что сюда все не влезет. Одна коробка у нас будет для того, чтобы сложить сюда все, чем я пользуюсь в данный момент. И буду пользоваться месяц. Вторая коробка для того, чтобы сложить то, что нужно упаковать в большую коробку. Большая коробка у меня уже также приготовлена. Ну что, поехали? Первая это Clorans масло, крем-масло для тела. Body Shaping. Очень мне нравится. Достаточно много я уже использовала, как видите. И буду продолжать пользоваться. За полтора месяца я ее недопользую. Даже с два месяца недопользую, я так думаю. Но буду использовать с большим удовольствием. Также буду использовать с большим удовольствием вот такую вот штуку для бюста. Также от Clorans. Как видите, я за, наверное, месяц использовала половинку. Еще за месяц, конечно же, добью. Немножечко подойдем поближе ко всему этому делу. Есть у меня три миниатюрки. От Clinique. Вот так вот они выглядят. Я думаю, что эту миниатюрку вместе еще с некоторыми продуктами из этой кучки, которые новые, которые реально классного качества, которыми я бы пользовалась сама, мы с вами разыграем вместе с наборчиком косметики. Из вот этой вот огромной кучки. Следующие. Это еще два продукта от Clinique Pepstar. Они тоже новенькие, тоже запечатанные. Они уйдут уже в коробку. Будем их складывать вместе с остальными вещами. Дальше. Clinique Pepstar, которым я пользуюсь именно сейчас. Здесь уже, на самом деле, совсем немножко осталось. Это больше по стеночкам размазано. Поэтому я думаю, что как раз-таки этим кремом я допользуюсь за время пребывания здесь. Открытая соль для ванны. Конечно же, мне нужно будет ее использовать здесь, потому что на следующей квартире, на той, в которую мы переедем, там просто ванны не будет. Там будет душевая кабинка, поэтому, естественно, нужно использовать здесь. Скраб для лица. Вот такой вот. Малинка и брусника. Я его настолько сильно берегла для видео, что он у меня уже просрочился. Использую его для ног, для каких-то сухих участков кожи, но не для лица. И в Роше Гидроведжетал. Что-то мне в последнее время не очень хотелось им пользоваться. Хотя здесь меньше половины банки, и он постоянно находился у меня в душе. Обязательно допользую хотя бы на зону декольте, для того, чтобы не пропадал продукт. Так, дальше. Едем дальше. Очень много у меня масок для волос, которые я, естественно, все не смогу закончить. Предлагаю вот этого Джованни, хоть она уже и начата, но оставить ее на потом. Скажем так, на лето. Оставлю ее, хотя она, еще раз повторюсь, неплохая. Неплохая, но останется она на потом. Дальше. Использовала полностью, уже ушел в пустые баночки. Вот такой вот шампунь кокосовый от Desert Essence. И вот сейчас допользую здесь на одно или на два применения еще осталось кондиционера. Обалденный продукт. Я уже заказала себе попробовать с малинкой, потому что с малинкой даже больше хвалят, чем с кокосом. Поэтому допользую и выброшу. Вот еще один бальзам. Вернее, Эко-маска, но я буду использовать ее как бальзам. Кератиновая маска от Доктор Санта. Я не хочу такую огромную коробку с собой тащить. Тем более, я считаю, что это не лучшая маска для волос из всех, которые я пробовала. Поэтому я ее просто-напросто добью здесь. Вот так вот она выглядит, восстанавливающая структуру волос. Дальше. Маслечко вот такое вот для тела. Оно абсолютно новое. Я думаю, давайте-ка я его разыграю. Я такое маслечко на Новый год дарила очень многим своим знакомым. И мне кажется, что это просто замечательное масло с просто обалденнейшим ароматом. Тоник от Tires. Он начат, поэтому я думаю, что стоит его допользовать здесь. Тем более, у меня здесь, кроме тоника от Clinique, собственно, ничего больше и не будет. Допользуем здесь. Начала использовать вот этот вот шампунь и бальзам. Он очень тяжело выдавливается с бутылочек. Цена, в принципе, на него высоковата. Но, я не знаю, какого-то супер-пупер эффекта я не заметила. Сейчас вот потрогала свои волосы для того, чтобы напомнить себе. Потому что как раз вчера мыла голову вечером этим шампунем и бальзамом. Он что ли расслоился, я не знаю. У меня здесь очень много вот таких вот миниатюрок из бьюти-бокса. Это миниатюрки из Систерс-бокса. Ну, не знаю. Как-то у меня еще смешанные чувства. Еще раз воспользуюсь. И, наверное, они отправятся в пустые баночки. Тогда уже вам смогу точно рассказать о них. Вот эта вот штучка практически закончилась. Это маска для кожи вокруг глаз от Coris, которая не смываемая, с огурцом. Которая тонизирует, подтягивает кожу. И она такая холодящая, очень приятная. Здесь, по-моему, 8 мл. Да, всего лишь 8 мл. Но здесь больше половинки. Не знаю, успею ли я ее допользовать. Но прятать я ее не буду. Потому что она мне реально очень нужна. Дальше. Две шайбочки от Clinique. Натуральный размер. И вот такая вот baby шайбочка. Значит, вот это вот моя новая шайба, которую я недавно показывала вам в продуктах. Старая моя шайба уже отправилась в пустые баночки. Наклейку, кстати, я в этот раз не смогла полностью отодрать. Вот что у меня получилось. Вот. Эту, значит, шайбочку, конечно же, я отправлю в корзинку для использования. А вот эту вот шайбочку. Здесь также очень много продукта. Почти полная шайбочка. Вот такая вот. Я отправлю в корзинку, которая на переезд. Потому что в какую-то поездку мы поедем только после переезда. Те поездки, которые будут до переезда, они будут, ну, максимум на два дня и на одну ночь. Поэтому, я думаю, такие продукты брать с собой не стоит. Блистекс. Я считаю, хватит уже его хранить. Поэтому нужно его куда-то пристроить. Он у меня практически полный. Вот так вот это все выглядит. Куда-то пристрою с огромным удовольствием. Потому что он, ну, слишком он как звездочка, что ли. Дальше. Два вот этих средства. Пользуюсь до сих пор. Но не скажу, что от них есть вау-эффект. Мне кажется, очень-очень медленный эффект. Если я так буду дальше, то, скорее всего, никак он мне чуть-чуть не поможет. Значит, первый от Дермо-Е это крем от Шрамов. А второй это крем для осветления пигментации. Я его уже просто использую как увлажняющий крем. Потому что какой-то особой разницы я не замечаю. Уже за месяц, наверное, то и больше использования. Буду использовать, конечно же, здесь. Не вижу смысла брать их с собой. Я принесла себе уже стульчик маленький. Потому что совсем неудобно на корточках сидеть. Очень уже много времени занимает этот весь разбор. Устала. Хотя мы не разобрали даже третьей части. Ну, давайте дальше. Следующее. Это вот такая вот банка огромная шампуня. Я не уверена, что я использую его полностью здесь. Что он закончится у меня за месяц-полтора. Потому что здесь 250 мл. Он детокс для кожи головы. То есть, такой вот с эффектом против перхоти. Но на самом деле я пользуюсь таким шампунем где-то раз в две недели. Оставляю, конечно же, а там посмотрим. Два мужских шампуня. Оставляю и тот, который почти закончился. И новенький. Потому что мужа хватает примерно на две недели. Такого шампуня. Дальше. Виши. Почти. Ну, не почти. Где-то третья часть баночки здесь есть. Поэтому, естественно, я ее допользую. Дальше. Детский шампунь. Здесь примерно полбанки. Я оставляю, конечно же, мы допользуем. Дальше. Гель для душа. Он тоже начат. Так у меня получилось, наверное, что ближе сюда все-таки те продукты, которые я принесла с ванной. И со своего туалетного столика. А ближе туда, наверное, те продукты, которые были в коробке для хранения. Значит, этот гель для душа я обязательно, конечно же, оставляю. Он мне пригодится здесь. И дальше вот я вижу целую кучу всяких разных миниатюрок. Идеалия. Давайте допользуем. Дальше. Мужской такой вот. Естественно, оставляю. Хотя муж и не пользуется. Но нужно, чтобы пользовался. Дальше. Эксфолиатор. Он новенький. Я его откладываю на следующее время. Вообще, все вот эти вот штуки от этой торговой марки я откладываю, потому что они запечатанные. И смысл их сейчас распечатывать. Вот еще две. Дневной крем и ночной крем тоже откладываем. Так, Виши допользуем. Мужскую допользуем. И что это у нас? Fluid Clinting Gel от Коррес. Тоже откладываю в упаковку на поток. Виши Нормандерм. На конце этого видео разыграть вместе со всем остальным наборчиком косметики. Новенькая такая упаковочка. Думаю, понравится. Вот эту вот штуку я уже, наверное, раз пять брала с собой в какие-то поездки и никогда не использовала. Здесь вот дневной крем, ночной крем, да, я так понимаю. И крем вокруг глаз. Я думаю, нужно использовать в ближайшее время. В ближайшее время выбросить, потому что эта штука занимает достаточно много места. И она уже у меня очень-очень долго. Дальше нужно допользовать уже этот крем, потому что ему более года, а то и более, наверное, полутора лет. Он достаточно долго открыт. Вернее, не крем, а скраб для ног. Когда-то это был мой фаворит, но почему-то я перестала использовать скрабы. Нужно допользовать обязательно. Дальше крем для лица. Это тот крем, которым я сейчас пользуюсь с большим удовольствием. Anti-Blame Solutions. Пользуюсь где-то три раза в неделю, поэтому обязательно оставляю. Бархатные ручки. Магия Тиаре. Видите, сколько использовала? Но использую не для рук, а для ног от стопы и до колена. Вот такие вот дела. Дальше. Патчи. Патчи. Вот они у меня ночь простояли в непонятном состоянии. Я вечером собирала всю свою косметику. А вот утром в 6 утра встала снимать, пока не проснулся мой ребенок и не перевернул все вверхном. Вот столечко у меня патчи осталось. Поэтому, конечно же, я их допользую. И какую-то из банок патчи я оставлю, естественно, здесь на этой квартире для того, чтобы допользовать. А другую, у меня здесь еще две упаковки, а другую мы упакуем в большую коробку. Ну, девчонки, что я могу вам сказать? Вот такая вот коробень. То вот, чего я должна вот использовать. И то, чего я использую в данный момент. Я не знаю, здесь уже так много, что куда это все складывать. Сейчас, наверное, это все высыплю и будем складывать заново. Вот эти вот два продукта я тоже должна оставить, потому что вот это нужно срочно добить. Это ночной супер увлажняющий, супер питательный крем от Clorans. Это миниатюрка в 30 мл. Больше, чем половина полноразмерки. И очень классная штука, очень. Дальше. Клиник. Также миниатюрка Пепстар. Отличный скраб для лица. Мне очень нравится. Поэтому, естественно, буду использовать. Также у меня есть вот такой вот скраб для лица от Клиник. Так, ну, мы его откладываем и упаковываем. Дальше. Также мы упаковываем вот такую вот мицеллярную воду от Clorans. Думаю, что она нам не пригодится. Вот эта вот штука лежит у меня достаточно давно. Нужно ее допользовать. Если не для лица, то хотя бы для тела. Я не буду ее разыгрывать, потому что я ее распечатывала. Также вот такой вот филлер. Он достаточно давно лежит. Вот морщинок. Вот скин-код. Нужно допользовать. Так. Эйд Хауэр Крем от Элизабет Арден. Вот так вот выглядит. Это единственная штучка с тройки, которая была в упаковке, которую я не использовала. Поэтому я ее откладываю. А те два продукта оставим. Дальше масочка от скин-код используем. Дальше вот такая вот штука от Пайо. Тоже используем. Что касается вот таких вот лаков для ногтей. Кто хотел, чтобы я показала полностью все свои лаки для ногтей, они просто все вот в таких вот коробочках, вот таких вот баночках непрозрачных. Я не знаю, захотите ли вы, чтобы я их вам показывала. Но кому интересно, давайте я быстренько покажу. Вот такой вот лак бежевенький. Примерно как арт-деко выглядит. Далее, что у нас здесь? Крем увлажняющий. Тоже упаковываем. Вот это вот, я думаю, нужно использовать. Эта штука тоже, по-моему, уже начатая. Поэтому мы ее допользуем. Дальше. Это уже вторая банка веледовского масла. Я думаю, что за месяц я его, конечно же, с удовольствием использую. Здесь не так много маслечка. Всего 100 мл. И 20, наверное, или 10 из них уже использовано. Молочко от Биотерм. Куда же я от него денусь? И, кстати, вот эта вот серия Биосерч, которая в розовенькой боковке, вот она мне очень-очень понравилась. Зеленая мне понравилась не так сильно, как розовая. Обратите внимание именно на розовую, но она предназначена скорее для сухой кожи. Dry Skin, видите? Так, едем дальше. Я освободила коробку вот эту вот, которая на использование в ближайшее время. А вот эта вот коробочка, которая на упаковку, почему-то у меня слишком-слишком маленькая, поэтому нужно ужесточить свой разбор. Так, едем дальше. Давайте пододвинемся, потому что мы на самом деле уже с вами разобрали больше третьей части. Так, у меня есть дневной и ночной крем от Corus. Они еще не распечатаны. Возможно, я их тестила, но давайте, кстати, посмотрим. Не тестила я их или нет? Я не помню, потому что они... Нет, не тестила, они зафольгированы. Отлично. Тогда они точно отправляются в упаковку, на упаковку. Дальше. Есть несколько средств для волос. Например, вот это вот 10 в одном от Revlon. Он, конечно же, он остается. Дальше. Вот это вот средство для волос от Lavery. К сожалению, у него был очень маленький срок годности, поэтому я его уже выбрасываю. Дальше. Гель для душа. И есть точно такой же крем для тела. Я оставлю, потому что в ближайшее время я планирую идти в бассейн, поэтому остается. Дальше. Остается вот этот вот скрабик. Пилинг. Он очень-очень такой слабенький, я бы сказала. И я уже достаточно много его использовала. Надо его добить. Гель для душа. Вы знаете, я уже, наверное, один оставила. Да, я один недопользованный оставила. Поэтому нужно еще один максимум, а все остальные нужно сложить на потом. Давайте, наверное, я посмотрю, если будут какие-то распечатанные, я допользую их. Если не будет никаких распечатанных, то буду пользоваться этим. Дальше. Здесь у меня крем для тела от Lancome. Я хочу его взять с собой летом в поездку, поэтому откладываем на потом. Дальше. Вот такой вот крем от La Roche-Posay допользуем. От Mother Labs с органовым маслом. Для рук допользуем, потому что у меня для рук уже все почти заканчивается. Дальше. Вот этот вот кремчик от Clinique мы откладываем на потом, потому что сейчас у нас и так много всего. Дальше. Вот эту вот штуку я оставляю для мытья кистей. Она уже просрочилась у меня. Это гель для умывания с оливкой. И нормально моют кисти, поэтому я оставляю. Антиперспиранты. У меня слишком много антиперспирантов, потому что я снимала видео, контрольная закупка на эту тему. Поэтому я сейчас посмотрю, какие быстрее всего закончатся по сроку годности и допользую их. А которые не заканчиваются по сроку годности, я их просто-напросто отложу на потом. У этого антиперспиранта срок годности до 2019 года, поэтому он с легкостью может оставаться. Этот вообще пустой. Я его хранила для того, чтобы вам показать коробочки от начатых антиперспирантов. Муж мой как раз этим пользуется. Я думаю, можно выкинуть. Дальше. Вот такой вот крем для рук от Garnier. Я просто-напросто выбрасываю. Он был слишком старый. Так, и теперь у меня здесь осталось несколько миниатюрок по близости. И мне нужно будет перейти на вторую сторону, на другой бок. Это все кучки. С другой стороны начать разбирать. Значит, вот этот вот кремчик, я думаю, нужно допользовать. Использовать дальше. Не помню, это запечатанное или нет. Нет, не запечатанное, а начатое. Поэтому мы, конечно же, используем. Это крем, который предназначен для взрослой кожи. Вот такой вот. Резитализинг. Супрем. Вот так вот выглядит. Дальше. Вот такие все миниатюрки от Benton, я думаю, нужно тоже использовать. Vision Air. Я его никак не могу использовать. Он мне попался в Perfect Box. И он мне не очень нравится. Не очень люблю, но нужно его добить. Дальше. Крем для тела. От Iris. Он вообще запечатан классно. Мы его откладываем. От Clorans. Здесь осталось не так много сыворотки, поэтому я думаю, я ее добью. Вот шампунь. Я добью в ближайшее время. У меня, кстати, было такое кислородное голодание по поводу шампуня. Я перестала покупать шампуни и начала добивать полностью все, которые у меня есть. И дошло до того, что у меня уже практически не осталось никаких шампуней. А новые шампуни придут мне с iHerb примерно через дней 10. Поэтому я не уверена, что мне хватит тех шампуней, которые есть у меня. А пользоваться тем, которые против перхоти, мне не очень хочется. Поэтому я сейчас все вот эти вот миниатюрки, сашаточки, шампуней, я их все ложу сюда. И все буду использовать в ближайшее время. Дальше. Крем для тела. Ну, не знаю. Может, стоит в бассейн с собой брать. Хотя у меня будет тот крем для тела. Не знаю. В общем-то, крема для тела буду откладывать на упаковку. Еще несколько. Вот мы дошли до лаков для ногтей. Еще несколько лаков. Как выглядит этот. Вот такой вот ярко-розовый. Это вообще все гель-лаки. И вот эта вот миниатюрка. Есть полноразмерная версия. Она выглядит вот таким вот образом. Полноразмерная версия 15 мл. Маленькая версия 5 мл. Полноразмерка в два раза дороже, чем маленькая. Но маленькая в три раза меньше, чем полноразмерка. Наговорила я кучу всего. В общем-то, выгоднее, конечно же, покупать полноразмерную версию. Но поскольку у меня не было вообще никакого разнообразия цветов в лаках для ногтей, конечно же, мне хотелось сразу набрать много различных цветов. И я не могла себе позволить брать полноразмерные версии. Хотя вот в ближайшее время я возьму... Это, кстати, такой вот приятный припыленный розовый. И в ближайшее время я возьму один полноразмерный лак, который точно у меня закончится. Это вот этот вот нюд. Я очень его люблю. И он у меня почти закончился. Дальше черный и красный. Черный показывать не буду. Он очень черный. А, это не красный, это розовый. Розовый вот такой вот. Я вам потом вставлю фотографию ромашки, которая у меня есть. Чтобы вы видели. И дальше красный и тауповый такой цвет, который вы достаточно много на мне видели. И постоянно спрашивали, что это. Так вот, это этот лак. Вот такой вот. Это топовое покрытие от этого же бренда. Это неопреп. Это эко-праймер. Это вот арт-деко, который я показывала вам в последнем бьюти-завтраке. Дальше средство для снятия лака без ацетона якобы. Дальше укрепитель для ногтей, который ничего не укрепляет, как по мне. Так, ну что, кажется это все. Это база. Она абсолютно прозрачная. Не вижу смысла показывать. Это белый лак, который для французского маникюра предназначен. И вот эта вот штучка, это у нас именно тот лак, которым я пользуюсь. Нюд. Он полупрозрачный и он заканчивается. Поэтому я, наверное, еще раз смогу им накрасить. А потом куплю себе полноразмерную 15-миллилитровую версию. А вот еще есть для кутикулы маслечко, которое я тоже буду добивать, конечно же, здесь. А с переездом куплю себе более какую-то прикольную штучку. Маска для волос. Зачем она мне здесь надо, если я здесь добиваю свои маски для волос? Так, крем для лица. Ну, нужно добить, потому что давно лежит. Вот эту вот агафью я просто выбрасываю, потому что очень давно лежит. Просто очень-очень. Дальше. Вот такой вот гель-ремовер. Это на самом деле просто обычная жидкость. И осталось достаточно мало. Возьму в следующий раз большую банку. Эту добью здесь. А с переездом уже возьму большую банку. Я столько всего планирую взять с переездом. И столько всего откладываю на потом, что я потом, наверное, обалдею от количества покупок. Так, ну что, ребят, мы с вами разобрали добрую половину всего, что у нас было. Поэтому это, я считаю, очень-очень классно. Дальше. Эстилаудер. Вот такой вот гельчик матирующий. Я думаю, что будем использовать здесь. Вот этот вот кристалл, который я закончила, он в пустые баночки не попадет, потому что я его выброшу уже сейчас. А более подробно вы сможете посмотреть в обзоре дезодорантов, антипроспирантов, собственно. Коробочка от Clorans. Даже если я не буду использовать его и сейчас, я думаю, можно ее уже выбросить. И вот этот вот Clorans, я думаю, что мы будем, наверное, все-таки откладывать его на потом. Где здесь срок годности? Наверное, он на коробке. До, 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 до. Не вижу, до когда. Нужно вбивать этот код, но я думаю, что он свеженький. Думаю, что он свеженький. Вот эту вот штучку, вероятнее всего, выброшу, потому что, ну, хотя нет, оставлю, в общем-то, сложу ее для переезда, а потом посмотрим. Следующий дезодорант, вот такой вот от Essence использую здесь, вернее, ну, да, это дезодорант. И какой-то антипроспирант, например, вот этот вот Виши. Оставлю их два, а остальное упакую на переезд. Дальше, еще вот этот вот упакую на переезд. Мужской вот этот упакую на переезд. А вот этот вот оставлю мужу. Муж очень любит вот этот, клоранцевский. Дальше, вот эти вот все упакую на потом. Я думаю, у них у всех хорошие сроки годности, потому что они все новые. Потому что я их только вот недавно купила специально для видео об антипроспирантах. Слушайте, ну, мы так хорошо все разобрали, я прям довольна, если честно. Дальше, вот эту всю серию. Конечно же, я не успела ее использовать на этой квартире. Но, тем не менее, я ее оставляю, потому что я ее активно пользуюсь. Антиплеймеш Солюшенс. И моя кожа уже, в принципе, не нуждается в этих средствах. Но, тем не менее, я думаю, что нужно закрепить немножечко эффект, а потом перейти к другим средствам. По крайней мере, вот, может, потеплеет, тогда перейду. Вот этот вот шампунь, я думаю, что тоже следует оставить, потому что у меня мало шампуней. Дальше, не знаю, что делать с вот этой вот штукой. Пока оставлю, но, может, выброшу, потому что уже срок подходит. А пользоваться мне им не хочется, просто вот не тянется к нему рука. Пока оставлю, потом решим, что делать. Еще один крем для тела откладываем на упаковку. Вот эту вот штуку нужно добить, не хочу ее перевозить с собой. Как-то надоела она мне, если честно. Очень-очень экономично расходуется. Это спрей для волос. Я его использовала очень часто, до тех пор, пока у меня не появились средства от Revlon. И еще где-то здесь маслечко, вот оно, кстати, от Vela. Как видите, масло я использую достаточно часто, потому что на одно применение нужно одно нажатие. Оно такое силиконистое, хорошо закрывают чешуйки. И я его использую на кончике волос после утюжка. А утюжок я использую практически каждый день. Дальше вот такое вот средство для размягчения кутикулы для маникюра, естественно, оставляю. Дальше две вот эти вот штуки я думаю продать, потому что я их использовать просто-напросто не буду. Поскольку они начатые, я не хочу разыгрывать начатые средства. Дальше Липикар бальзам я оставлю, потому что на лето он будет очень даже полезен. Вот эта вот штука из какого-то отеля тоже выбросим просто, потому что я сомневаюсь, что таким шампунем можно пользоваться. Дальше это у нас, вот этот у нас начатый крем, а тот, наверное, был новенький. Ну ладно, все-таки тоже допользуем. И осталась у нас с вами совсем небольшая кучка. Сейчас мы ее очень даже быстренько оприходуем. Антипроспирант, антипроспирант. Мы их упаковываем на переезд, потому что я их не успею использовать. Буду пользоваться ими чуть попозже. Чистолиния, кстати, классная. Я прямо от нее балдею. Дальше два вот этих геля, два вот этих лака для ногтей уже у меня очень-очень долго. И я думаю, что нужно их выбросить, потому что, вероятнее всего, у них прошел срок годности. И навряд ли я буду ими пользоваться, поскольку они начаты, тоже разыгрывать их не хочу. Вот эту вот штуку выбрасывать не буду. Это влажные салфетки, которые, вернее, это сухие салфетки в прессованном виде, которые при столкновении с водой превращаются в большие. Тоже с какого-то бьюти-бокса упаковываю на переезд. Допользую вот этот вот крем для рук. Здесь осталось не так много. И думаю, до переезда успеется. Дальше немножечко осталось геля для душа от Корос. Тоже думаю, что нужно в ближайшее время допользовать и выбросить, собственно, баночку. Не хранить это все. Дальше вот эту вот штуку сколько здесь? Ну, нужно использовать, потому что у меня есть шишки от уколов. До сих пор уже 2,5 месяца, никак они не рассосутся. Вот как раз попробую еще вот это вот средство на них. Может, поможет. Дальше выбрасываю уже просто кокосовое масло. Оно до первого месяца, кстати, 2017 года, оно просрочилось. И я его так и не использовала. Вот так вот оно выглядит. Я его просто затеряла во всех своих закромах, поэтому не дошли у меня до него руки. Оно лежало у меня в лекарствах, поэтому я его не видела. Нужно допользовать уже вот эту вот трешку от Клиник. Вот эту вот штучку, наверное, разыграю, потому что многие девчонки не пробовали. Может, кому-то захочется. Дальше от Веледа. Что у нас здесь? От Веледа отдам маме. Мама любит Веледу? Здесь у нас регенерирующая гранатовая серия. И из этой серии у нас что? Гранатовый дневной крем лифтинг. И еще один гранатовый дневной крем лифтинг. И еще что-то. Крем для лица, да? Или мамочка для тела. Что это? Крем для лица. Дальше. Вот такая вот мочалочка с iHerb. Она у меня все-таки откладывается на потом, потому что сейчас мы будем использовать мочалочку с мишкой. Я ее не взяла сюда, не взяла вам показать. Но, может, сейчас еще что-то забыла. Если забыла, то покажу все вместе. Дальше. Вот этот вот крем для тела. Огромный. 400 миллилитров. Я не помню, то ли я его выиграла где-то, то ли откуда он у меня взялся. Но нужно его допользовать, потому что он очень давно открыт. Он открыт уже больше года. Дальше. Вот этот вот Корос гель для душа. Да когда у него срок годности? Есть где-то здесь где-то? Вот у него здесь что-то написано, но проверять я не хочу. В общем-то, откладываю. Вот эту вот штуку, наверное, 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 даже не знаю, как поступить. Нет, наверное, буду использовать, потому что у меня умывалки не так много осталось, чтобы потом не рыться во всех своих вещах. Вот эту вот штуку просто не успею использовать, потому что очень много кремов и масел у меня осталось. Поэтому откладываю на потом. Дальше. У меня здесь вот такая вот новенькая запечатанная штука от Клиник тоже пойдет на розыгрыш. И здесь еще есть, по-моему, две штучки. Одну из них оставлю на отпуск, вторую допользую здесь. Вот эта вот маска Сайхер, это моя самая любимая маска. Почему-то у меня не хватает времени на эту маску. Вообще на маски не хватает времени. Максимум патчи могу наложить. Поэтому хочу, конечно же, добить эту маску здесь. От Веледа откладываю на упаковку. Вот эту вот штуку выбрасываю, потому что она пустая. Хранила специально для видео. Об антиперспирантах. La Roche-Posay тоже использую. У меня одна термальная водичка хранится в туалетном столике, одна термальная водичка хранится в ванной комнате. Но теперь в туалетном столике мне термальная вода не надо, поскольку у меня есть MAC Fix Plus, который Prep and Prime. Использую одну термалку, а потом вторую. За полтора месяца вполне себе. Так, вот эта вот штука от Виши, она неиспользованная, она даже не начатая, поэтому откладываю на потом. Вот гель для душа от Lancome, тоже откладываю на потом. Маска. Ну, нужно попользоваться ею сейчас, потому что я не знаю, какой у нее срок годности. А если большой срок годности, то я ее потом отложу. Потом отложу на потом. Вот эту вот штуку я, наверное, оставлю себе на замену моим патчам, которые вот-вот закончатся в следующее применение. Дальше эту зубную пасту нужно срочно добить, потому что она достаточно давно открыта, детская паста. Он не хочет ею пользоваться, потому что она розового цвета. Ребенок, я имею в виду, мой не хочет ее пользоваться. Буду пользоваться ею я, наверное, потому что хороший продукт, жалко выкидывать. Не могу открыть эту штучку, посмотреть, сколько же здесь осталось. В общем-то, в любом случае, срок годности ее уже истек. Буду выбрасывать. У меня было два масла для губ от Нивея, вот такое вот, и которое с кокосом, нет, не с кокосом, с макадамией. Вот макадамию я использовала полностью, а вот эта вот сочная малинка мне не понравилась, поэтому буду выбрасывать. Так, вот эту вот штуку надо добить, вот это вот все. Это средство для снятия липкости при нанесении гель-лака. Вот, обязательно, конечно же, буду использовать. Куда же я без нее? Ну что, девчонки, вот это, в принципе, и все, что у нас осталось. Очень даже чуть-чуть. Поэтому, я думаю, мы сейчас с вами это все быстренько-быстренько пересмотрим. Все сложим. Ну, что-то складывать, если честно, нечего. Я думала, будет побольше. Так, ладно. Гели для душа. Вот я вижу только вот это из гелей для душа. И вот этот вот, да, мы оставляли. И вот этот. Вот, все они уходят у меня на хранение. Будем допользовать то, что есть в миниатюрках. Дальше. Дальше. Вот этот вот крем от DAF я не успею здесь использовать. Поэтому он с нормальным сроком годности уходит на потом. Дальше. Вот эту вот штуку от Элизабет Арден я тоже думаю оставить на потом. Потому что здесь я просто не успею ее использовать. Дальше. Вот такую вот штуку скажу по секрету. Скоро выйдет Perfect Box. И мне дали на тест вот такую вот масочку от Guerlain. С удовольствием ее потестирую. В ближайшее время. И вам расскажу в пустых баночках. Дальше. Наверное на одно или на два применения осталось вот такого крема для рук от AERES. Обалденный крем для рук. И могу его рекомендовать. Мыло. У меня было два таких мыла. Одно потемнее, одно посветлее. Ручной работы. Но, к сожалению, нет никаких опознавательных знаков. Такой подарочек на 8 марта. Вот. Очень приятная штука. Очень мягкая. Очень нежная. И слабо мылится. И видно, что ухаживает за руками. К сожалению, нет никаких контактов. Поэтому более подробную информацию сказать вам не могу. Эта зубная щетка будет у нас после переезда уже. Эта детская зубная щетка. Также с iHerb. Слушайте, вот эта вот штука у меня так давно. И она не распечатана. И нужно ее вот в ближайшее время прям использовать. Потому что испортится. Ну, честно, я прям в шоке. От того, сколько у меня всего. Вот этот микс для тела, кстати, очень классный. Как видите, я больше половины использовала. Но уже срок годности подошел к концу. Поэтому придется выбросить. Антицеллюлитный гель. Даже не знаю, буду ли я его использовать. Он запечатанный? Нет, он не запечатанный. Поэтому даже не знаю, что с ним делать. Давайте попользуем, что делать. Вот эту вот штуку по уходу за волосами для укладки из сайта Sephora я, конечно же, оставляю на потом. Потому что здесь у меня и так достаточно много средств. Дальше. Бархатные ручки я не успею использовать здесь. Поэтому оставляю на потом. Маску для лица очищающую. Давайте я закрою поплотнее. Почему она не закрывается-то? Не хочет закрываться. Слушайте. Засохла, что ли, где-то. Вот, закрылась. И мы ее оставим на потом. Потому что у меня здесь достаточно много очищающих масок. Однозначно я ее не допользую здесь до конца. Дальше. Мне придется вот эти вот штуки использовать здесь. Потому что они достаточно давно открыты. Я еще ни разу не использовала. Хотя мамочка мне принесла и сказала, что это супер классные вещи. Это крем, что ли? А, нет. Это умывалка и скраб. Вот так вот нужно использовать. Вот эта вот штучка, видите, очень-очень мало осталось. Естественно, я использую здесь. А вот эту вот штуку мы отложим с вами на потом. Дальше. Дальше. Гель. Вот такой вот с алоэ. Я думаю, что мы будем использовать его уже не здесь. Я думаю, что у него срок годности все-таки хороший. И мы его откладываем на потом. Вот эта масочка мне не понравилась. Достаточно долго лежит. Срок годности, я думаю, уже подошел. Хотя не вижу. Ну, в общем-то, я думаю, что он уже подошел. Поэтому я ее просто выброшу. Два вот таких вот средства. Я думаю, что, наверное, я их разыграю. Потому что они новые. Вот. И... Нет, вот этот вот, наверное, я все-таки открывала. Не помню. В общем-то, решим сейчас двумя этими средствами. Потому что я, как видите, всего очень много. Я навряд ли все использовать смогу. Так. Пододвигаемся еще ближе к нашей кучке. Вот так вот все здесь выглядит. Так. У нас... Кстати, я еще один гель для душа не принесла. Который детский. Он остался в ванной. Это нужно использовать, наверное, здесь. Потому что это пена для купания, а не гель для душа. Нужно использовать его здесь. Вот ребенок будет рад. Будет пол ванны одной пены. Дальше. Гель для душа. Вернее, крем для рук. Вот такой вот. City Lights от Reflame. Я думаю, нужно выкинуть. Он уже просолочился дымным-давно. Дальше. Что у нас здесь? Вот такой вот запечатанный, да? Запечатанный? Нет, не запечатанный. Но все равно я не смогу его здесь использовать. Потому что достаточно много всего. Крем для лица нужно будет отложить на потом. Дальше. Что это? Молочко для тела. Тоже откладываем на потом. Крем вокруг глаз. Я, наверное, не буду его здесь использовать. Потому что сейчас тут будет очень много пробничков для кожи вокруг глаз. Интенсивный питательный крем от чистой линии. Он предназначен для лица. Но я буду использовать его вместо крема для рук. И даже не знаю. Наверное, я все-таки оставлю. Потому что у меня будет один жирный, один легкий. Вот я люблю так, чтобы у меня на столе стоял один жирный крем для рук, один легкий крем для рук. Тогда вот очень удобно использовать. Так, я подобралась еще ближе. У нас совсем маленькая кучка осталась. Вот этот вот лак Утвелла работает. Оставим, значит, его на потом. Вот эту вот штуку выброшу, потому что она пустая. Я хранила для видео с антиперспирантами. Дальше. Скраб для лица оставляю. Хотя у меня там еще один скраб есть. Нет, наверное, этот скраб откладываю на потом. И вот эта вот штука у нас до 2018 года. Отлично. Она тоже начатая. И достаточно давно начатая. Но я не смогу использовать ничего, если у меня будет просто тысяча различных кремов для тела. Дальше. Вот эти вот патчи вокруг глаз я оставляю на потом, потому что я оставила уже одни для ванны. А эти пусть уйдут на потом. Зубная паста запасная. Конечно же, мы ее сможем допользовать. Вот такая вот зубная паста. Зубной гель от Вилляда. Думаю, нужно его использовать, потому что давно открыт. Что вот это вот у нас такое? Это от Stix, по-моему, шампуни. Ой, как замечательно. Один шампунь до 2020 года срогодности. И второй шампунь. Просто замечательно. У меня мало шампуня. Я так боялась, что не хватит. А вот теперь понимаю, что 100% хватит. Дальше. Stix это шампунь для мужчин, да? Мужской шампунь. Отлично. Мы его тоже используем. Что у нас здесь из крупного осталось? Остался вот такой вот. Что это? Умывалка осталась. Ну, поскольку она запечатанная, пусть она остается. Но потом вот этот вот крем для тела возьмем в бассейн. Осталось у нас с вами очень много разных миниатюров. Думаю, что эту штуку тоже стоит взять в бассейн. Это маслечко для волос, и нужно его уже заканчивать. Ну, с таким успехом мы можем отложить, наверное, масло от Виледа на потом. Потому что оно очень медленно используется. И полностью допользовать вот этот Шварцкоп. А потом будем использовать Виледу. Так, ну, уже хоть что-то вырисовывается. Дальше у нас очень-очень-очень-очень-очень много различных масок. Вот, столько. Нам столько не надо. Нам нужно на 6 недель, то есть 6 увлажняющих масок. Одну из них мы уже отложили увлажняющую маску. У нас есть увлажняющий гаммаж. То есть нам нужно еще 5. Давайте возьмем 3, 4, 5. Вот, возьмем все Гринвейевские маски и отложим их на использование. А эти отправим на новую квартиру. Увлажнение плюс свежесть. И здесь у нас что? Увлажняющая маска 2 штучки. И подвинение маской тоже 2 штучки срок годности до 2019 года. А у этой штуки срок годности до 2019 года. Отлично просто. Так, ну что, вот остатки роскоши. Вот эта вот штука пойдет на использование в ближайшее время. Дальше, что у нас здесь есть? О чем это? О чем это? О чем это? Крем. Кондиционер. И маска. Ну, я думаю, на потом. Это все на потом. Дальше. Вот эти вот штучки, не знаю, наверное... Да когда у них срок годности-то? Давайте-ка посмотрим. Они, наверное, произведены 5-16-го, а срок годности не знаю. Ну, в общем-то, либо кому-то отдам, либо выброшу. Посмотрим, какой срок годности. Дальше. Маслечки от Веледа различные-различные. Я думаю, что нужно их допользовать. Не хочу их перевозить. Также допользуем все вот эти вот маленькие штучки от Benton. Они мне попадались в разных вити-боксах. Так, и вот что у нас осталось здесь. Не так много всего. Лепетар-бальзам. Он, кстати, начат. Очень-очень легкая упаковка. Нужно закончить. Вот этот вот питательный крем от DAF однозначно уходит на следующую квартиру, потому что здесь мы его не добьем. Вот эту вот штуку однозначно выбрасываю, потому что она, ну, в общем-то, никакая. Это не масло-ши, а минеральное масло. Обманка такая. Вот эту вот штуку выбрасываю. Вот эту вот штуку выбрасываю, поскольку не могу найти вот этого колпачка от клинсера. Придется выбросить. Дальше. Две вот такие вот штучки. Эфеклар Дуо Плюс. Ой, кстати, я не знала, что он у меня есть. Видите, как хорошо иногда полезно разбираться в вещах. Поэтому мы их все допользуем. И что у нас здесь осталось? Мы, кстати, только недавно перебирали все эти пробнички. Я не знаю, что это, поэтому пойдет на выброс. Ароматика. Какое-то маслечко. Но оно без опознавательных знаков. Это чайное дерево. О, боже. Так глубоко вдохнуло. Продезинфицировалось. Что у нас дальше здесь есть? Маска. Используем. Дальше. Керасис. Это шампунь, да? Насколько я понимаю. Кому-то отдадим. Дальше. Вот эти вот две штучки. Это на потом. Я думаю, что вы будете не против получить бонусом ко всему наборчику еще вот такой вот от Artvisage. Потому что я уже попробовала. Дальше. Масло для волос. Ну, давайте используем. Что делать? Вот этот вот шампунь детский я откладываю на потом. Вот эти вот пробнички от L'Oreal. У меня их, как видите, достаточно много. Я тоже кому-то их отдам. Дальше. С Perfect Box'а у меня попадались вот такие вот масочки. Я думаю, что их тоже нужно использовать. Слушайте, мне столько тут мазать, не перемазать на себя всего, чего я на откладывала. Вот эти вот маски, они, по-моему, просроченные. Да, они просроченные. Поэтому я их просто выкидываю. Я не знаю, зачем я их хранила. Еще при предыдущем разборе я поняла, что они просрочились. Дальше. Еще один крем на потом. Очень удобные такие сашеточки крема. Вот это вот используем в ближайшее время. Вот это вот почему-то сюда попало. Это мы потом посмотрим. Крем вокруг глаз используем в ближайшее время. Вот это вот нужно потестить, рассказать вам, что я об этом думаю. Вот это и вот это мы оставим на потом. Дальше. Вот это тоже мы оставим на потом. Вот это нужно потестить, рассказать вам. Вот это давно обещала потестить, эту доливу. Рассказать вам, что это и как это. Поэтому нужно в срочном порядке это сделать. А вот это вот, ага, вот это тоже нужно потестить. А вот это вот все нужно тестить в ближайшее время. Так, и остались здесь у нас вот такие вот штучки. Это наклейки на ногти. Я не знаю, дождутся ли они года обезьянки. А вот эти вот мешки Тедди мне очень нравятся. Но они не смотрятся с нюдом. Я уже пробовала делать их с нюдом, если вы помните. Они смотрятся с красно-белым, красно-белыми ногтями. Слушайте, у нас получилось такое длинное видео. Я даже не знаю, как его смонтировать. Буду, наверное, каким-то образом быстро-быстро ускорять. Вот. Если вам это видео понравилось, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну что, девчонки, вот такой вот наборчик я решила разыграть. Надеюсь, вам хорошо все видно. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь единиц. Восемь наименований. При этом одна полноразмерная версия. Вот такая вот. От Ивраше. Это маслечка. У нее огромный опыт работы. И при этом она сказала, что это одно из лучших массажных масел. Поэтому, я думаю, вам тоже должно понравиться. Дальше три вот таких вот пробничка. От Невея. Для снятия макияжа в душе. Вот такая вот штука. Дальше решила вам дать попробовать вот такой вот крем. Потому что он мне очень нравится. Я полноразмерку себе никогда не покупала. Но пробничек у меня достаточно много. Дальше праймер от Artvisage. Вот такой вот штука. Я очень-очень довольна. Я очень-очень люблю. Я одну оставила на потом. Одну оставила использовать сейчас. И вот еще одна. Они все у меня попадались в каких-то акциях. Одна, кстати, из них попадалась в Beauty Box. Вот Perfect Box. Дальше Norma Derm. Не помню откуда. Дальше Pep Star. Это вот буквально неделю назад я была в Брокарде. И мне дали в подарок вот такую вот штучку. Вот здесь 3 мл крема вокруг глаз. И решила еще добавить увлажняющую масочку от Garnier из последних новинок, скажем так, масок. На самом деле набор получился очень-очень маленьким. Но мне не хотелось вам вложить какие-то распечатанные продукты. И не хотелось вложить те продукты, которыми я бы сама не пользовалась. Я положила только то, что люблю. И только то, что новенькое. Поэтому, если этот набор вам нравится, конечно же, выполняйте условия конкурса. Если это видео вам было интересно и полезно, ставьте лайки. В скором времени мы переедем. И вместе с вами будем распаковывать все эти коробочки. И расставлять все по местам, упорядочивать. И я вам покажу, естественно, свою организацию косметики. Надеюсь, вам также будет это видео интересно. Увидимся очень скоро в разборе декоративной косметики. Там также будет розыгрыш. И пока-пока! Продолжение следует...